Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. На объездной дороге в результате ДТП погибла 52-летняя женщина. Водитель автомобиля Toyota сбил пешехода прямо на зебре. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Накануне вечером на этой же дороге водитель внедорожника, выполняя обгон, не выбрал безопасный интервал и столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир травмированы. Тем временем госавтоинспекция устанавливает личность пешехода, погибшего под колесами микроавтобуса 8 декабря на проспекте Добровольского. Трагедия произошла примерно в 19.00. Водитель микроавтобуса Mercedes напротив дома номер 70 сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Рост погибшего 170-175 см среднего телосложения. Мужчина был одет в синие джинсы и светло-коричневую куртку. Личности двух человек, которые причастны к недавней стрельбе на Адмиральском проспекте, установлены. Об этом сообщили в пресс-службе об УВД. Напомню, конфликт произошел поздно вечером 3 декабря во дворе одного из домов. Два злоумышленника, применив нож и травматический пистолет, нанесли телесные повреждения двум мужчинам. Один пострадавший умер от потери крови, второй находится в больнице. Подозреваемые 25-летний Одессит и 39-летний житель Сумской области задержаны. Безусловным и, пожалуй, одним из главных символов Одессы считается бронзовый монумент Дюку де Ришелье, который по замыслу уграда основателей и до появления в гавани бетонно-стеклянной высотки, стоя на последней ступени лестницы, изящно приглашал гостей в чертоге южного города. Однако практически никто из туристов и далеко не все горожане знают о существовании еще одного памятника Ришелье, мастерски исполненном им самим, некогда утопающем зелени, чудном Дюковском парке. Парк был заложен более 200 лет назад по приказу Ришелье и стал настоящим кусочком Версаля в Одессе. О том, как выглядит этот Версаль, сегодня знают наши корреспонденты. Это кадры из известного советского фильма «Весна на Заречной улице». Многие эпизоды самой популярной картины той эпохи снимались именно здесь, возле большого пруда Дюковского парка. Чистые берега, беседки и грибочки на них, прозрачная вода. Именно так выглядел парк в 1956 году, когда был снят этот фильм. Сегодня этот пруд выглядит совсем иначе. Нет ни грибочков, ни прогуливающихся на лодках людей, да и сама вода в водоеме совсем не такая, как в старом советском фильме. Нет ни ив у воды, ни грибочков. Кажется, единственное, что осталось неизменным с тех пор, это асфальтная дорожка, по которой уходит герой фильма. Она в том же состоянии, что и почти 60 лет назад. Смотри на смену, не опоздай. Николаю Николаевичу 50 лет. Он буквально вырос в этом парке. Я вырос в этом парке, ребята. Сколько мы здесь купались с пацанами, здесь когда-то милиция нас гоняла, мы вещи привязывали на деревья, потому что здесь была милиция, если вещи оставил на берегу, они подматывали и несли туда на охрану. Нам приходилось это, потом здесь отрабатывать. Субботники нам устраивали. Ну, это было в радость, это было все в радость. Для Одессита финальные сцены весны на Заечной улице больше, чем просто красивые кадры хорошего советского кино. Для него это память о тех днях, которые уже не вернуть. Шикарно было. Мы его запустили. Здесь были когда-то лодки, катамараны плавали, люди отдыхали. Здесь была вышка шикарная. Их называли люгушатники, бассейны. Это похоже на бетонный грот яма. Когда-то было бассейном. Местные сторожилы рассказывают, что здесь даже была специальная вышка, с которой можно было прыгнуть. В воду. Я не знаю, какой она была высоты, но говорят, когда залазил на нее, то страшно было прыгать вниз. Бассейн казался очень маленьким. Сейчас здесь нет ни вышки, ни воды. Я с 10 метровки когда-то сюда первый раз нырял в этот бассейн. Он мне показался, когда вылез, маленький, что я в него не попаду. Я с таким криком сюда нырял. Ой, мама не горит. Теперь бассейн пустует. И сегодня здесь вместо плавания дети учатся искусству уличного рисунка. Наступление темноты мы ожидали с особым настроением. Те одесситы, с которыми нам удалось пообщаться днем, в темное время суток в Дюковский парк не заглядывают и другим не советуют. Здесь очень красиво днем однозначно. Вечером уже не очень. Некоторые даже побаиваются сюда вечером приходить. Наверное, из-за освещения, из-за того, что тут просто аура не та, наверное. Не безопасно? Ну, наверное, бывает и так. На улице становится темнее, пора зажигаться фонарям вдоль Балковской. И вокруг водоема они горят. Но что творится там, в глубине парка? Скоро мы узнаем это. Пока мы идем по центральной аллее, света, в принципе, хватает. Но стоит лишь сделать шаг в сторону, условно попадаешь в зону сумерек. Кажется, здесь даже темнота наступает как-то особенно быстро. Всего пару шагов в сторону, и четкий контур тени на асфальте растворяется, сливаясь с темнотой. В каких-то 10 метрах от центральной аллеи парка начинается царство тьмы. Света фонарей здесь не видно. Причем тут нет не только работающих, но даже не работающих фонарей. Здесь вообще никаких фонарей нет. Здесь темно настолько, что если отключить подсветку нашей видеокамеры, то, скорее всего, даже меня вы сейчас уже не увидите. Поэтому неудивительно, что в темное время суток одесситы предпочитают обходить эту часть парка 10-й дорогой. Темно, хоть глаз выколи. Да только это никак не поможет. В такой мгле сам черт ногу сломит. Быстро шагать не получится, потому что ты просто не знаешь, куда идти, и не врежешься ли ты на следующем шагу в дерево. Удивительное ощущение, будто ноги превратились в руки, и ты словно ощупываешь асфальт стопой перед тем, как полностью на нее встать. Иначе нельзя. Я-то помню эти дорожки еще при свете дня. Свернуть себе шею тут проще простого. Путешествуя по этому царству мглы, мы не встретили ни единой души. Создается ощущение, что идешь по какому-то временному туннелю, а оживленная транспортная магистраль в 200 метрах от нас кажется какой-то параллельной вселенной со множеством ярких огоньков. О том, что еще помимо темноты несет опасность в Дюковском парке и о буднях одного из старейших парков Одессы, смотрите в программе Дмитрия Малыхина «Пока светит солнце». В Одессе напротив Старостяного сквера неизвестные под покровом темноты вырубили деревья. Под удар попал небольшой участок зеленой зоны между торговыми точками на пятачке трамвайного кольца. Около десятка молодых деревьев уничтожены под корень. То, что здесь работали непрофессионалы, видно по грубым срубам. Деревья не спиливали, а вырубали. По словам очевидцев, вырубкой занимались не сотрудники Зелентреста. Длительные горожане позвонили в коммунальное предприятие, но там им ответили, что в данном районе никаких работ не ведется. Люди предполагают, что удобную территорию облюбовали местные предприниматели. И вскоре здесь может появиться пара новых мафов. Видно, что территорию здесь по-хозяйски облагородили. Вся листва убрана в ократные кучки, а мусор сложен в эти огромные пакеты. Кто уничтожил зеленые насаждения, остается неизвестным. Горожане сетуют, что повальная безнаказанность может закончиться тем, что вся зеленая зона Одессы будет заменена на уродливые строения однодневки. Ураганный ветер в Одессе в ночь на вторник повалил дерево на территории школы номер 4 на углу Адмиральского проспекта и улицы Краснова. Никто не пострадал. В целом, шторм стал причиной того, что ветки и деревья падали в разных частях города. Как сообщают одесситы, на улице Терешковой дерево упало на пятиэтажный дом. Ветки пробили окно в квартире на третьем этаже. Еще один зеленый великан рухнул на пересечении улиц Парковой и Выставочной на Слободке. А на улице Армейская сломленное ветром дерево сильно повредило два автомобиля. Ремонт дорог Бессарабии, газификация сел, восстановление Болградского собора. Народный депутат Украины Антон Киссер сказал землякам о своей работе в Верховной Раде. Отчетная конференция прошла в Арцисском районном Доме культуры. Большой зал Дома культуры едва вместил желающих пообщаться с народным депутатом. За год деятельности Верховной Раде Антон Киссер разработал 12 законопроектов. На его счету 11 депутатских запросов. Большинство из них касались вопросов агропромышленного комплекса региона и социальных проблем жителей Бессарабии. По моей инициативе и по настоятельной просьбе или требованию по всем глобальным вопросам работала в округе государственная комиссия. Или это государственная комиссия, которая рассматривала вопросы, связанные с дорогой Сарата-Арцис. И в итоге этот вопрос нашел свое решение. Также инспектирование всех остальных дорог, которые я вижу для реализации в перспективе, как идет продолжение начатого строительства и реконструкции 11 дорог. Благодаря усилиям Антона Киссер проведен капитальный ремонт трассы Сарата-Арцис. Идут работы и на других дорогах региона. Нардепу удалось решить еще одну важную проблему. Уже в следующем году начнется строительство газовой магистрали Тарутина, Арцисто, Тарбунары, Сарата. Неимоверными усилиями удалось найти понимание и компромиссы в решении этих вопросов. Очередные переговоры, которые проходили в кабинете министра на уровне первого вице-премьера Украины. Я еще раз нашел понимание, на мой взгляд, и поддержку о том, чтобы частичное финансирование данного объекта было как раз произведено в начале первого квартала 2014 года. Кроме этого, народный депутат принимает активное участие в восстановлении Болградского Спасо-Преображенского собора. По инициативе Антона Киссер там побывала государственная комиссия. Результаты ее работы из государственного бюджета выделили 600 тысяч гривен на изготовление проектно-сметной документации для восстановления этого памятника архитектуры. Мы должны нашим детям оставить в лучшем виде эту святыню. И могу только сказать, что мною направлено 18 обращений в различные инстанции по данному собору. Работать в контакте с людьми – такую цель ставит перед собой парламентарий. Так, в этом году Антон Киссер провел более 30 личных приемов, на которых побывало около полутора тысяч человек. В этот раз диалог с избирателями длился почти 4 часа. Люди задают вопросы, делятся на болевшим и еще долго не отпускают. Ждем, Антон Иванович, что вы продолжите работы в плане ремонта дорог архитектурного района. Мы вас верим и всегда готовы вас поддерживать. Решение каждого важного для Бессарабии вопроса – это тысячи километров дорог, десятки встреч с представителями правительства и чиновниками, а также законодательная деятельность. Я бываю в малых и больших селах, в городах, в учебных заведениях, в детских садах, в школах. И для меня это прежде всего изучение ситуации и почувствовать те необходимые задачи, которые я на своем уровне могу решать и могу оказаться полезным. Надеюсь, что и сегодняшний мой отчет даст мне толчок к дальнейшей работе, к работе на уровне законодательной деятельности прежде всего. Помощь жителям регионов, пострадавших от наводнений, решение экологических, социальных и инфраструктурных вопросов края. Любые положительные результаты лишь помогают наметить планы на будущее, говорит политик. Участники митинга в поддержку курса президента Украины требуют от политиков стабилизации ситуации в стране путем проведения диалога между парламентским большинством и оппозицией. Люди всех регионов страны прибывают в столицу для того, чтобы выразить свою поддержку курсу президента Украины, призвать политиков к диалогу и мирному выходу из сложившейся ситуации. Те, кто продолжают бессрочную акцию в поддержку стабильности курса президента, это квалифицированные рабочие и служащие, трудящиеся. Работа дает их жизни, порядок и смысл. А слово «майдан» вызывает воспоминания о нестабильности и безработице. Защищая президента, они защищают свои рабочие места. Держать партии регионов, президента и власть. Значит, яка бы она ни была, но она есть власть. Значит, ее надо уважать. В столице сторонники президента столкнулись с неуважительным и презрительным отношением со стороны оппозиционного Майдана и подконтрольной ему прессы. Их показывают в негативном свете, называют презрительно тетушками. Мы за единую Украину. Я хочу, чтобы не было насилия в стране, чтобы Украина всегда была единая и чтобы наш президент всегда был нашим. Не устраивает собравшихся и ассоциация, которая может создать угрозу отношениям с восточными партнерами украинской экономики. Я пришел сюда вместе со всеми своими друзьями поддержать нашего президента. Я считаю, что это единственная законная власть, которая идет по верному пути. Участники митинга и трудящиеся и работодатели. Именно от них зависит благополучие Украины. Условия, предъявленные в ЕС, создают для них угрозу потери рабды. Мы защищаем права всех граждан несовисимо от политических цветов. Но мы призываем свои принципы и точку зрения отстаивать мирный законный конституционный способ. В то же время сторонники курса президента Украины и партии регионов напомнили, что их мирный митинг бессрочный и будет продолжаться, пока не будет стабилизирована ситуация в стране путем переговоров и поиска компромисса между парламентским большинством и оппозицией. Учащиеся одесских вузов обсудили с представителями бизнеса и государственных предприятий свое будущее. В рамках образовательного проекта «Фарватер успеха» в Национальном морском университете был организован дискуссионный клуб на тему «Современные инженеры. Кто нужен портовой отрасли?». Среди приглашенных спикеров представители администрации Одесского морского порта, ГП «Морской торговый порт Южный», которые не только ответили на вопросы студентов, но и рассказали о реформе портовой отрасли. Насколько завтрашние выпускники вузов готовы к применению обретаемой профессии и что может помочь будущим специалистам стать конкурентноспособными, обсуждалось во время прямой дискуссии между практиками и студентами. Подобные встречи, по мнению преподавателей, очень полезны, ведь ребята могут перенять опыт карьерного успеха людей, связанных с портовой отраслью, приобрести практические знания и навыки, развить стремление к непрерывному образованию. Для нас очень важны эти круглые столы, потому что это возможность встретиться с представителями отрасли и услышать от них, какие требования они предъявляют к нашим выпускникам. Руководитель администрации Одесского морского порта Михаил Соколов, приглашенный в качестве спикера дискуссии, уверен, В любой профессии, а уж тем более в той, что связано с морской отраслью, ценятся специалисты, целеустремленные и любящие свою работу. На сегодняшний день, и как и всегда, я думаю, нельзя как-то выделить сегодня, особенно нужны всегда люди, любящие свою работу, интересующиеся работой, понимающие, что они хотят от жизни, и желающие, самое главное, что-то изменить, улучшить потенциально сильные и, естественно, образованные люди. Они всегда нужны. Тема дискуссии «Современные инженеры. Кто нужен портовой отрасли?» была выбрана не случайно. Сегодня проходит реформа портовой отрасли. Эта реформа готовилась давно и была имплементирована именно в этом году, вступил в закон 13 июля в Север. Целью любой экономической и хозяйственной деятельности является благосостояние нового. Путем привлечения инвестиций, путем развития портового хозяйства, путем наведения порядка в отдельно взятой отрасли. Руководитель Одесского порта подчеркнул, что самая горячая точка реформы уже пройдена. Все ранее неурегулированные законодательные казусы при этом доведены до логической точки. Теперь можно обсуждать новацию с теми, кто уже завтра будет внедрять ее в жизнь. Непосредственные же адресаты дискуссии тоже остались довольны ее результатами. Я рад, что нам предоставляется возможность послушать спикеров, директоров портов. Это очень важно, я считаю, более быть близким работодателем со студентами, чтобы мы знали, что более нужно для нашего будущего освоения специальности. Полностью мне понравилось. Я все-таки решила работать по профессии, и мне это очень нравится. Известного моря не вытекает, порты стоят. Одесса – это морской город все-таки, это наиболее перспективность на сегодняшний день. Организаторы встречи уверены, образовательный проект «Фарватер» успеха на конкретных примерах, реальных практических задачах поможет студентам детальнее, чем на лекциях, ознакомиться со спецификой и тенденциями развития отрасли, уловить суть внутрепроизводственных процессов, с которыми каждому выпускнику придется столкнуться, переступив порог предприятия, связанного с морехозяйственным комплексом. Вступил в силу приговор в отношении судьи-взяточника. В июле прошлого года СБУ пресекла противоправную деятельность 30-летнего помощника судьи Южненского райсуда. В суд поступили материалы об административном правонарушении в отношении местного жителя, который был задержан сотрудниками ГАИ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помощник судьи предложил за 500 долларов решить вопрос, то есть назначить наказание в виде штрафа или общественных работ вместо лишения водительских прав. Задержали служителя Фемиды на горячем во время получения взятки. Коррупционер признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы со строчкой в полтора года. Штрафов 7,5 тысяч гривен и лишению права занимать должность помощника судьи в течение двух лет. Одесский апелляционный админсуд отменил решение суда первой инстанции и не дал местному предпринимателю отсудить у таможни почти 6,5 миллионов гривен. Бизнесмен изначально пожаловался на работу Одесской таможни, попросив суд признать противоправные ее бездеятельности и возвратить излишне уплаченные средства при растаможивании товаров. Первая судебная инстанция иск удовлетворила, однако вмешалась прокуратура и апелляционный админсуд отказал предпринимателю возмещение ущерба. Новогодние рождественские праздники традиционно сопровождаются поездками за город или за границу, во время которых квартиры одесситов часто остаются без присмотра. Именно на этот период выпадает зимний пик квартирных краш, отмечают работники правоохранительных органов. Самым распространенным способом проникновения злоумышленников в квартиру или дом является взлом окна или двери. Подбор ключа в редких случаях даже при хозяине квартиры. Новый год это всегда увеличивается количество квартирных краш просто в разы. Когда это фейерверки, взрывы и все прочее, люди гуляют, веселятся, а те, кто хотят заработать на этом деле, жулики те же, они в это время занимаются своим промыслом. Как же обезопасить свое жилище в период долгого отсутствия? Правоохранители считают, что единственный надежный способ охраны жилья – сигнализация. И даже подчеркивают, что с 15 по 25 декабря Государственная служба охраны при МВД Украины предоставляет 50% скидку на установку систем сигнализации. Однако у одесситов на этот счет есть свои мнения. Если вор захочет залезть, он залезет и отключит сигнализацию. Это лучше собаку завести. Собаке тоже не доверяю. Вы знаете, у меня стояла сигнализация еще и при советской власти. А потом ее взяли и отключили, потому что в парадной, видите ли, два человека – это мало для того, чтобы оплачивать эту сигнализацию. За последний месяц у нас 4 задержания сотрудники МВД СО при попытке совершения преступлений на объектах торговли и частных дорогах. На охраняемых объектах. На охраняемых объектах. В среднем группа быстрого реагирования в сутки выезжает на 25 объектов, на которых сработала сигнализация. В большинстве случаев вызовы ложные, виной которым то домашние питомцы, то скачки напряжения в электросетях. Но случаются и реальные попытки незаконного проникновения на объекты частной собственности. Как правило, при срабатывании сигнализации преступники моментально покидают место преступления. По статистике, наибольшее количество краж выпадает на спальные районы города. Не исключение и частный сектор. За текущий год случаев хищения имущества в квартирах и частных домах, находящихся под охраной государственной службы, нет. Сотрудники милиции задержали мужчину, который у себя дома выращивал коноплю. Мини-оранжерея была обнаружена в платяном шкафу. Во время опуска в квартире на улице Старо-Портофранковской сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков нашли горшки для комнатных растений. Только вместо комнатных цветков в емкостях была высажена конопля. Растения находились в шкафу, спрятанные подальше от посторонних глаз. По словам хозяина квартиры, он взрастил в деле для себя, так как употреблять покупной товар ему не хотелось. В ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Приморского райдела милиции был задержан гражданин, который по месту своего проживания выращивал растения коноплю, из которой в дальнейшем изготавливал наркотическое средство каннабис. Начато уголовное производство по статье 309 части 1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Как выяснили правоохранители, молодой человек закупил цветочные горшки удобрения землю. Затем потратился на термометр, вентилятор, лампы дневного освещения и терморегулятор для создания благоприятных условий растения. Молодые ростки заботливый цветовоз спрятал в плотяной шкаф, провел туда освещение, вывел вентиляцию на улицу и поддерживал необходимую температуру. Таким образом, конопля развивалась весьма интенсивно. Судя по некоторым пустым горшкам, мини-аграрий уже успел собрать первый урожай. Следующую партию марихуаны помешали снять с корня милиционеры, нагрянув с неожиданным обыском. Подозреваемый из одежды ему грузит трехлетний тюремный срок. С 25 ноября по 10 декабря во всех регионах Украины развернулась национальная кампания «Стоп насилию». Именно эти 16 дней выбраны не случайно. 25 ноября отмечается Международный день ООН по искоренению насилия по отношению к женщинам. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 6 декабря – годовщина Монреальской резни, когда были убиты 14 студенток-феминисток. 10 декабря – День прав человека. Цель всеукраинской акции – привлечь внимание общества к проблеме насилия в семье. В рамках национальной кампании «Стоп насилию» по всей стране проходят различные информационные акции, тренинги, беседы, семинары, круглые столы. Одним из участников всех этих форумов является общественная организация «Вера, надежда, любовь». Однако сотрудники организации помогают пострадавшим от насилия гражданам не только в дни акции, а регулярно, много лет к ряду. Предоставляют психологические и юридические консультации, помогают написать заявления в райотдел милиции, в криминальную милицию по делам детей, в органы опеки и попечительства. В основном, говорят здесь, за поддержкой обращаются женщины, терпящие мучения от своих супругов или сожителей. Иногда звонят в организацию дети, над которыми издеваются их отчимы. В основном обращаются женщины, если проанализировать звонки, которые поступали за прошлый год, чаще обращаются по физическому насилию. Это обращение от женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Обращаются и дети, звонят на горячую линию, консультируются. Если человек хочет продолжать жить, оставаться в семье, то тут очень важно разобраться, чтобы это желание было обоюдным. Если агрессор не осознает своих действий, то жертва может прийти с ним на очную психологическую консультацию, вербально расставить акценты спора. Хотя зачастую за серьезной подмогой обращаются уже в самые кризисные моменты, когда наступают угрозы для жизни. Многие попросту замалчивают свои проблемы. Манеры, закрепленные обществом, не позволяют, как ни крути, вынести ссоры из избы, сетуют специалисты. Любому человеку сложно признаться в том, что он пострадал от насилия в семье, как ребенку, так и взрослому человеку. Потому что всегда присутствует чувство того, что человек считает, что, возможно, и он в чем-то виноват. Неблагополучное материальное положение, ревность, монотонность быта становятся причинами большинства перебранок в семьях. Есть ряд сдерживающих факторов. Кто-то пытается удержать семейную ладью на плаву, считая, что так будет лучше ребенку. Кто-то становится заложником привычки и привязанностей. Дети, которые вырастают в семьях, в которых происходило насилие в семье, для них вот эта модель, модель этих отношений, взаимоотношений между родителями, она не является нормой, но они более терпимы к насилию. В случае надругательств за поддержкой реабилитации можно обратиться на горячую линию общественной организации «Вера, Надежда, Любовь» по телефону 3-7-25-17 с 10 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Насилие в семье может быть физическим, сексуальным, психологическим или экономическим. Согласно отчетам ООН, не менее 47% всех украинцев раз в жизни сталкивались с насилием в семье. И Украина не исключение. При этом, по данным органам внутренних дел, за последние два года в Украине зафиксировано больше 7 тысяч заявлений и сообщений о сексуальном насилии над женщинами. Но в результате было открыто только 2 тысячи уголовных дел. Одна из женщин осмелилась поделиться с нами своей личной историей. Одесситка не пожелала раскрывать свое имя и останется анонимной в нашем репортаже. Это еще была моя первая школьная любовь. Я была в восьмом классе. Познакомились мы с мальчиком. Мы учились вместе. Понятно, что завелись отношения. Мы начали встречаться. После окончания школы мы не прерывали наши отношения. Все было очень хорошо. Но мальчик чуть-чуть подрос. И, понятно, компании завелись. Он начал потихоньку гулять, пить. Постоянно у него были какие-то приступы ревности непонятные. Как описывает героиня нашего репортажа, в ее случае унижения начались со словесных оскорблений. Сначала началось все из простых обзываний, шарпований, поталкиваний. Потом дальше он начал общаться с другими девушками. Начал потихоньку вот так подгуливать. Начались постоянные ссоры в семье, да? Постоянные ссоры в семье. С применением какого-то насилия физическую силу он к вам применял? Поначалу не было. Но чуть позже уже, когда мы стали повзрослее и решили жить вместе, то понятно, что было и применение насилия. Однако девушка все это выносила и покорно терпела, пока не почувствовала ту черту, за которую уже невозможно было продолжать прежнюю жизнь. Очень сильно его любила, очень прощала, все. Предел наступил в тот момент, когда он пришел с работы, пьяный. Ну, понятно, что утром он проспался, все, пришел ко мне просить прощения, и ему начала названивать другая девушка. Начал названивать, он начал отключать телефон, потом трубка взялась, и я услышала, как он с ней разговаривает. После этого он, то, что я услышал, он как бы понял, что я уже все знаю, он меня ударил. Я упала. Ну и понятно, что началось все дальше. И продолжалось еще 8 лет. Измены, побои, угрозы, унижения. Измотанная такой жизнью женщина в какой-то момент решилась и обратилась за спасением в общественную организацию «Вера, надежда, любовь». Со мной провели консультацию. Психологи, да? Психолог. Психолог, и как бы, понятно, что и юрист мне там советовал, что можно было снять побои. Если человек хоть раз вас ударил или оскорбил, с таким человеком оставаться нельзя. Женщина сделала этот шаг резко и с болью, перестав даже отвечать на звонки своего гражданского экс-мужа. Чувствовала, что иначе не вырваться. Человеку свойственно привязываться, но если эта привязанность причиняет регулярные физические и моральные страдания, то порой единственный выход – выбрать свободу. А в последние годы к физическому и психологическому насилию добавился большой процент принуждения на работе. Трудовое рабство – широко распространенная проблема в современной Украине. О нечеловеческих условиях труда, в которые могут попасть соискатели работы, и о том, как обезопасить себя от недобросовестных работодателей, после новостей в программе «Тема дня» расскажет руководитель общественного движения «Вера, надежда, любовь» Татьяна Семяков. Не отдавать никому свои документы, оговаривать условия труда, условия проживания. И если только чуть-чуть почувствовал какой-то подвох, конечно, не надо соглашаться на эту работу, потому что денег вы не заработаете, а здоровье подорвете очень серьезно. Я так понимаю, что вот эти работодатели, если их можно назвать работодателями, они лишают возможности связаться с родными, связаться с правоохранительными органами. Убежал и говорил, что я вот такой-то, такой-то, я пострадал там-то, но там еще находятся вот такие-то люди. Да, и милиция очень хорошо, оперативно срабатывала. Были случаи звонков и нам тоже. Был случай звонка на горячую, национальную горячую линию, когда люди знали номер телефона, это замечательно. Нынешняя неделя, по прогнозу синоптиков, будет морозной, однако существенных осадков не ожидается. Ухудшение погодных условий связано с прохождением циклона, который с большой скоростью перемещался из районов Прибалтики через центральную и юго-восточную Украину. На предстоящие сутки мы ожидаем бессущественных осадков, ослабление ветра, ночью ветер северный 9.14, утром, днем, местами порыва 15.20. На день уже мы даем практически без штормового ветра. И температура воздуха ночью 8.13 мороза, а днем 1.6 мороза. По прогнозам метеорологов, уже к вечеру среды ветер утихнет и осадков не предвидится. В Одессе ночью минус 8.10, днем 1.3 ниже нуля. 12-13 декабря сохранится морозная погода, ночью до минус 10. Днем температура немного повысится, от 3 мороза до 2 градусов тепла. Это вся информация к этому часу. Следующий выпуск новостей смотрите менее чем через час. До встречи, далее в выпуске прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Мечтай, создавай, играй, освежай. Мир создан для тебя. Действуй. Субтитры подогнал «Симон»!